Всем привет! Решил немножко поиграть в Майнкрафт и заодно поговорить о проекте выживания. Как вообще проект появился? Дело в том, что сам канал в последнее время стал более компьютерным. Тематика операционной системы, программное обеспечение всяческое к данным операционным системам. Про железо я редко что снимаю. Хотя бывает тема, что можно снять. Допустим, я поменял процессор, поставил себе не могу сказать, что крутой, но нормальный четырехъядерный процессор AMD X4 Атлон. Короче, Атлон 2 X4 840. Неплохой камень после моего четвертого. Это, конечно, очень шустрая штука. Так вот. Тематика у нас осталась из старого канала. То есть, все, что мы оставили, это осталась фотография. Но и часто видео про фотографию снимать не могу. Так как я никакой не профессионал. И сами понимаете, менять постоянно эти объективы тушки камеры рассказывать об этом я не могу. Не зарабатываю я на этом. Поэтому в основном обсуждается чисто программное обеспечение. мы очень редко обсуждаем macOS. У меня есть mac, но тем не менее редко с этим делом. Занимаюсь в основном Linux процентов 80, ну и Windows. Почему же появилось выживание? Дело в том, что вообще в Linux наступила, в GNU Linux операционной системе наступил застой. Я уже показал все, что можно в дистрибутивах. В этих дистрибутивах частенько все одно и то же. Благо, спасали еще говносборки. Потому что я мог людям показать, что такое хорошо, что такое плохо. Зачем их вообще использовать или не использовать. В принципе, народу это нравилось. Почему я сужу, что мне нравилось? Не за того, что у меня высокая самооценка какая-то. Да нет, невысокая. Канал у меня совсем не раскрученный. Те подписчики, которые на меня подписаны, все хорошие парни и девушки. Нахожу со всеми общий язык. Я обычно их слушаюсь и стараюсь снимать то, что они у меня просят. Ну, те, кто, конечно, посылает матом, благим, я, конечно, бабе. Сами понимаете, грубость это хреновое дело. Ну и судя по лайкам, а их обычно больше, чем дизлайков у меня, очень редко у меня бывает, чтобы дизлайков было больше, чем лайков. В основном, считаю, что плохой результат, когда из 100 лайков там есть 50 дизлайков. Это уже что-то такое или жутко провокационное, или же видео действительно дерьмо. А у меня бывало такое, что материал выходил дерьмовый. Как и у всех, в принципе. Не потому, что я не могу лучше это сделать, а потому, что очень мало материала. А хочется, чтобы был и русскоязычный материал какой-либо операционной системы, системы, которую, в принципе, никто и у нас в СНГ не обсуждает. Есть просто всяческие зарубежные видео, а то же самое Amiga или какой-нибудь другой системы. И иногда просто выходит, ну, не очень. Тяжеловато мне об этом рассказывать, но я хочу, чтобы русский материал все-таки был. Вернемся к проекту выживания. Так как Linux в застое, про Windows 10 мне не особо хочется рассказывать. Потому что сами, в принципе, вы об этой системе просто без меня уже достаточно много чего знаете. Я решил брать какие-то старые операционные системы или системы, которые лишаются поддержки и снимать вот такие видосы. Брать за основу вас свободное программное обеспечение, так как, чтобы не было какой-либо пропаганды не совсем надежных систем, не совсем надежного софта. Понимаете? Если, допустим, я посоветую какой-нибудь месседжер FreeWare, да, если сегодня он нормально будет работать, то завтра там может появиться реклама или еще что-то, либо другое. Поэтому я использую за основу в основу свободное программное обеспечение, устанавливаю его, сталкиваюсь со всяческими различными проблемами. Довольно удачно, считаю, видео получилось про XP, про 2000, в принципе, ничего, про Vistu довольно удачно, с Windows проблем никаких нет. Но вот с Linux на самом деле присутствуют проблемы. Мало того, что те дистрибутивы, с которыми я, в принципе, давно не знаком, там все изменилось, хренотени, понимаете? Дело в том, что они каждый там пару лет все переписывают полностью. Если ты просто не следишь, к примеру, за той же Федорой, пройдет 2 года, и ты установишь ее через 2 года, там все совсем по-другому. Это операционная система ГНУ или Linux, где вообще не хранятся традиции, вообще никак. Программа, которая была написана 2-3 года назад, вряд ли вы ее сможете установить. Без проблем. Потому что они просто выпилят с репозитория все нужные вам зависимости. Они их нахрен уберут, и вы будете с бубном танцевать для того, чтобы эту программу запустить. Еще. Хотелось бы мне делать выживание на старые дистрибутивы Linux. Но тут, тут еще, тоже еще проблемка нарисовалась. Дело в том, что как только удаляются все репозитории, дистрибутив умирает окончательно. Это не то, что вы можете взять Windows 3.11, да даже 1.01, и какие-то программы найти просто в интернете и пользоваться ими дальше. Здесь все не так. Даже если найдете пакет с этой программой, вам придется еще трахаться с зависимостями. Так как, когда вы устанавливаете программу, она берет из репозитория, тут вы скачали пакет программы, он весит, к примеру, 200 МБ. вы его инсталлируете, и еще там, к примеру, там, 100 МБ в зависимости подкачивается с репозиторией. Сами понимаете, всех этих зависимостей, которые были, в принципе, актуальны, там, 10-15 лет назад, уже не существует всех этих пакетов. Так как репозиторий давным-давно удален. То есть, получается, показать вам легендарную какую-нибудь Red Hat года, там, 98-2000, не получится. Сейчас даже проблематично сделать выживание на какой-нибудь 2010-й мандриве. Хотя говорят, что есть возможность сторонние какие-то там репозитории прикрепить. Но, сами понимаете, какой смысл мне все это показывать, кто-то пишет, что есть эти сторонние репозитории живые, кто-то нет. Но я не уверен, что они просто есть. Тот же репозиторий MIP с мандривой. Да я не верю, что он будет реально жив. А если жив, то он сейчас поддерживает дистрибутив Магею или же Расу. Если вы магеевские репозитории подключите в мандриву 2010-ю, скорее всего, вы там все нахрен переломаете. Это то же самое, как вот, когда вы подключаете дебиановские репозитории в Ubuntu, есть большая вероятность, что вам потом придется так трахаться просто с этим, что вы просто охренеете. Поэтому, к сожалению, вероятность того, что я смогу что-то либо замутить, какое-то либо выживание на старых дистрибутивах практически равно нулю. Максимум, что я могу делать, это продолжать рубрику ретро-обзоров. Это просто я запускаю репозиторий, запуская те программы, то есть запускаю дистрибутив, показываю те программы, которые уже существуют там с коробки и со слезами рассказываю, как когда-то я пользовался теми или иными программами. Это в лучшем случае. Так что наша любимая GNU Linux и тут нам подложила просто-напросто свинью. Поэтому таких вот ретро-обзоров, в принципе, то есть таких вот видео-выживаний в интернете практически-то и нет, потому что это по сути невозможно. Есть вариант брать программы и собирать. Вы можете представить, если там из исходников собирать какие-нибудь с зависимостями собирать там программу. Это может растянуться, ну, видео и два, и три, и четыре часа. А делать четырехчасовое видео без какой-либо пользы, ну, это будет просто развлекательное шоу на четыре часа. Кто-нибудь выдержит из вас смотреть четыре часа развлекательного шоу? Вряд ли. У меня и так сомнение, что многие выдерживают досматривать те же самые 40-50-минутные ролики, вот, к примеру, Windows 2000 ролик. Я думал, что он вообще даже тысячу просмотров не наберет по той причине, что 40 там с хреном минут у меня получилось это видео. То есть, на самом деле, было очень тяжело привести в более-менее актуальное состояние то же самое Windows 2000. Вот. Ну, современными дистрибутивами заговариваешь уже, типа как вот Fedora или Ubuntu, в принципе, выживание можно показывать и как показала Fedora, вчера я делал выживание, вполне на всем этом можно выживать и, честно, я думаю, продолжу. Ну, только с современными дистрибутивами. Конечно, было бы интересно со старыми. Поэтому я заранее народу пишу вам, что не получится у нас со старыми дистрибутивами. Я вижу, люди уже пишут, как, блин, бы запустить какой-нибудь Red Hat старый, Slack или еще что-либо другое. К сожалению, никак. Поэтому я отстроил в Майнкрафте вот такой памятный монумент. Памятник старым пионерам дистрибутивам. Вот. Вот такие вот дела. Спасибо за внимание. Всем удачного дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА